Всем привет! Сегодня у нас сравнительный обзор двух твердотельных накопителей OTZ, ARC100 и Patriot Blast. Оба накопителя на 120 гигабайт. Сейчас мы посмотрим, чем они отличаются. Такие вот упаковки. В упаковке указана высота профиля 7 миллиметров, поддерживает технологию SATA 3, это скорость передачи данных 6 гигабит в секунду и форм-фактор 2,5 дюйма. Абсолютно такие же характеристики у SSD OTZ. Данные накопители являются самыми наименьшими в линейке, то есть они всего 120 гигабайт. В линейку Patriot Blast входят накопители объемом 120, 240, 480 и 960 гигабайт. В линейку OCZ входят накопители объемом 120, 240 и 480 гигабайт. Так, давайте вскроем упаковки, посмотрим сами накопители. Такая вот инструкция, схема, основные характеристики указаны. Так, вот сам накопитель. В таком металлическом корпусе. Так, сейчас для сравнения вскроем второй накопитель. Тут уже идет книжечка более толстая, есть все языки и и даже русский. Вот так вот он выглядит. Кстати, по весу более тяжелый. Корпус как будто более прочный. Хотя по характеристикам у них одинаковые габаритные размеры и высота профиля 7 миллиметров. Оба эти накопителя идут приблизительно в одну стоимость. Это около 5000 рублей сейчас. В данных накопителях используется по 16 одинаковых чипов памяти. и в том и в другом накопителе. Это чипы фирмы Toshiba. Они располагаются по 8 штук с каждой стороны самой микросхемы. Вот на фотографии мы видим саму плату накопителя. С каждой стороны по 8 чипов Toshiba. Различаются данные накопители самими контроллерами. В накопителе OTZ используется контроллер IndieLinks Beofoot 3M10. А в накопителе Patriot Blast используется контроллер FISON S10. Далее различие идет в буферной памяти. У накопителя OTZ она больше в два раза. Она составляет 512 МБ с частотой 1333 МГц. У накопителя Patriot Blast буферная память 256 МБ. У обоих этих накопителей время средней наработки на отказ 2 миллиона часов. Это довольно неплохой показатель. Так как у конкурентов среднее время наработки на отказ на 500 тысяч часов меньше. Итак, сейчас мы подключим эти накопители к компьютеру. Произведем замер скорости. После чего можно будет сделать вывод, какой из них все-таки лучше. Итак, мы подключили наши твердотельные накопители. Для замера скорости мы используем программу Parkdale. Как замерить скорость устройств при помощи этой программы есть у меня в отдельном видео. Также можно использовать программу CrystalDiskMark. Кому как удобно. Итак, значит, вот наши накопители. То есть, C это Patriot Blast. И соответственно, F это OCZ ARC 100. Итак, далее выбираем тестовый файл. Прописываем его объем 100 МБ. Размер блока ставим по умолчанию. И жмем старт. Итак, замер скорости накопителя OCZ ARC 100 завершился. Какие мы видим результаты. Значит, последовательная скорость записи 355 МБ в секунду. Произвольная скорость записи 82,3 МБ в секунду. Далее. Скорость чтения последовательная 242,5 МБ в секунду. И произвольная 18,9 МБ в секунду. Итак, в сравнениях мы обычно ориентируемся на последовательную скорость записи и чтения. Итак, теперь выбираем второй накопитель. Это Patriot Blast. Данные не меняем. То есть, у нас файл будет размером 100 МБ. Жмем кнопку старт. Итак, производится замер скорости накопителя Patriot Blast. Итак, тест завершён. Видим следующие показатели. Последовательная скорость записи 222,8 МБ в секунду. Произвольная скорость записи 50,9 МБ в секунду. Последовательная скорость чтения 241,9 МБ в секунду. Произвольная скорость чтения 19,9 МБ в секунду. Итак, наш тест завершён. В этой таблице мы видим сравнение результатов. И видим то, что накопитель OCZ-TAC100 показал себя гораздо быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...